Как часто вы любите собак? Вопрос-то простой. Вы либо их любите, либо нет. Так вот, для тех, кто понимает этот сюжет. Когда-то помнится, было время, когда мы с огромным трудом могли выбрать немецкую овчарку, лайку или чуть-чуть сернбернара. Потом ситуация прояснилась, и мы могли купить Дога, Ньюфаунленда, Ситеров из Паниэлей. Но всегда с пуделями все было приятно. Уже затем появились кавказцы и средние азиаты, и лабрадоры и далматинцы, а теперь уже и хаски с чаучау можно купить. Но никогда в жизни Магнитогорск не видел тибетского мастифа. Никогда. А теперь он появился. И какая это собака, и это просто супер! Охранные характеристики в идеале. То, как он работает с детьми. И то, что его всегда можно вести с собой тоже. Он не любит сидеть на цепи. Ему нужно общение. Но при этом, вы должны понять, что общение с хозяином, а лучше с тем, кто поймет тибетца. Представьте себя, себя и точно такую же собаку. Я имею в виду размеры. И он на вас смотрит, и вы понимаете друг друга. Ведь самое лучшее в дружбе, это когда вы понимаете друг друга без слов. Он даже мысли ваши читает, потому что он тибетец. И это не боец. Это часть другого существа. Он просто давит своим присутствием. Ну и понятен результат. На спине такого монстра легко уместится в ваш ребенок до 20 килограмм. Да и покрупнее он может увезти на санках или на тележке. При этом посмотрите, как он двигается. Грациозно. При этом характер тибетца, и он не разрушит ваш автомобиль. Он будет просто вас ждать. И я не думаю, чтобы вы закрыли форточку. Правильный тибетец никогда не съест то, что дается ему другой рукой. Ну, тибетский мастик считается одной из самых загадочных. И неизученных пород легендарных и самых сейчас модных у нас в мире, в Европе, и в частности у нас в России. Это порода пришла с Тибета. Это любимая порода тибетских монахов. Это собаки-охранники, которые живут в монастырях, славятся своим умом, преданностью, долголетием. Но вообще считается, что для тибетского мастифа 15 лет не предел. Они, причем, еда, они к еде непривередливые. У себя на родине в основном едят то, что монахи. Ну, допустим, рис с какими-то там травами, злаками, рыбой. У нас они едят сухой корм сбалансированный. Едят мало, что радует. Некоторых владельцев это напрягает. Те, кто привыкли, что собаки много едят, они, конечно, едят меньше. И собака эта настолько привязанная к владельцам, к их детям, да, готовая жизнь свою отдать. Здесь очень послушные собаки, с которыми нужно договариваться. Это даже в стандарте написано, единственная порода, с которой нужно договариваться. А в Китае эта собака считается собакой-нянькой. Они даже возят на себе детей маленьких. Ну, допустим, пошел владелец куда-то и посадил ни одного, ни двух. Даже есть и фильмы про это. Очень они лояльно относятся к домашним животам. К кошкам, к птичкам, к рыбкам, ко всяким, к зверикам, к курам. Сами в драку не лезут никогда. Для них это самое главное. Это дом, хозяева и благополучие в семье. По сути, я бы, конечно, взял бы себе такого. И проблем-то нет. Его жизнь продолжается долго. И, возможно, некоторых котов он может пережить. Но, по сути, тибетец должен жить дома. А вот с этим у нас работников телевидения проблемки. Ну да ладно. Тех, кто имеет свой дом, много. И вы понимаете, что других вариантов вам и не поискать. Потому как, да, вы можете купить себе охранника другого. Но с этим вы можете прогуляться по улице. И показать, что ваш тибетец понимает вас. А когда он вас понимает, то это друг. И друг никому не даст на вас напасть. Хороши, конечно, сторожевые псы. Но подумайте, сможете ли вы их выгулять на улице? Сможете? Я в это не верю. Людей с идеальной подготовкой подрессурит так же мало. Но с тибетцем этого не случится. С ним дружить надо. А лучше его понимать. Очень, конечно, хотелось бы завести его. И думаю, что, возможно, такое случится. Но вы должны понять, да? Ой, какая хорошая животина. Жвотина. Жвотина хорошая. Жвотина хорошая. Да, да, да. Представляете? Просто посадить его рядышком и пообщаться с ним. Ну вот надо понять, да? Я сейчас пытаюсь там прозондировать его кость. Шикарная кость. Хотя всего 4 месяца. Да, 4 месяца. 4 месяца и 15 лет эксплуатации. А если все удастся, он еще и дольше прорастет вместе с вами. Потому что это часть ваша. Часть вашей жизни. Купить такую необходимо. По одной простой причине. Посмотрите, как она работает. И вместе с маленьким ребенком. Ну как, хорошо? Так что думайте сами. О телефоне я вам дам в конце сюжета. О, спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»